МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ОБНИНСК ТВ время новостей в студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин сегодня в выпуске. Принимают поздравления. Страна сегодня отмечает День Учителя. Двести участников из семи стран. В ОБНИНСКе стартовала научная конференция, посвященная неметаллическим материалам. Личным примером члены ОБНИНСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ и главный врач городской больницы сделали прививку от гриппа, вспышку которого специалисты прогнозируют на зимние месяцы. День Учителя 5 октября в России отмечается День Учителя. Педагоги всей страны сегодня принимали поздравления и благодарность за важный и ответственный труд. В ОБНИНСКе работников системы образования чествовали накануне. В Доме культуры ФИИ состоялся торжественный вечер, в котором приняли участие не только преподаватели школ, но и работники детских садов. Специалисты сферы дошкольного образования отметили свой профессиональный праздник совсем недавно, 27 сентября. В Доме культуры ФИИ минувшим вечером поименно поздравили всех ветеранов городской системы образования, а также поприветствовали молодых учителей, которые каждый год пополняют ряды обнинских преподавателей. Об исключительной роли педагогов в воспитании достойных граждан России со сцены говорил депутат Законодательного собрания Калужской области Анатолий Сотников. Свои поздравления обнинским учителям адресовали и представители городской власти. Доброжелательность и достатка вашей семейной жизни администрации и городское собрание стараются вам помогать. И наш город становится все более привлекательным для специалистов вашей профессии. В этом году к нам пришли, к вам пришли 23 молодых специалиста. Это очень обнадеживает. В ваших руках судьбы не только этих детей, в ваших руках судьба государства. И поэтому, исполняя свой долг и свое служение, я вас прошу всегда помнить именно об этом. Профессиональные достижения обнинских преподавателей были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Поощрили и коллективы школ, которые в этом году отмечают круглые даты. Памятные статуэтки получили представители школы номер 3, которой исполнилось 55 лет, школы номер 6, отметившие полувековой юбилей, и старейшие в Обнинске школы номер 1. С момента образования учебного учреждения прошло уже 105 лет. Свой профессиональный праздник сегодня отмечает и молодой специалист Анастасия Климачева. У молодого учителя лицея «Держава» класс необычный, целая команда хоккеистов. Подробнее расскажет Яна Гончаренко. День учителя – это профессиональный праздник всех педагогов, которые вкладывают свой труд и любовь в своих учеников, находят радость в общении с ними. Традиционно в этот день они принимают святые поздравления от своих воспитанников. Анастасия Климачева – молодой специалист, учитель начальных классов лицея «Держава», работает третий год. Своими учениками, которые являются и целой командой хоккеистов, она очень довольна и с гордостью рассказывает об успехах и достижениях класса. Недавно в эти выходные у них как раз были соревнования в городе Калуга. Они заняли третье место среди шести команд. Занимают и первые места, кубки всегда приносят, хвалятся, медали. То есть у них наград достаточно для их возраста. Они движутся, развиваются, продвигаются, чему я говорю еще раз огромное спасибо и тренеру, и родителям. Ну и, конечно же, администрация школы. Оксана Николаевна всегда идет нам на уступки, всегда помогает нам, поддерживает нас. Юные хоккеисты успевают участвовать не только в соревнованиях, но и радовать родителей своего учителя хорошими оценками и примерным поведением на уроках. Анастасия Климачева поделилась своими секретами успешного преподавания. Это все идет из души и сердца. Если любить человека, любить свою профессию, то все будет получаться само собой. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ Сегодня в Обнинске стартовала научная конференция, посвященная конструкциям и технологиям получения изделий из неметаллических материалов. Трехдневный международный форум традиционно проводит научно-производственное предприятие «Технология». География участников международного форума, посвященного неметаллическим материалам, впечатляет. Из семи стран мира в Обнинск съехались более 200 ученых и инженеров. Площадку для дискуссии и обмена опытом уже в 21-й раз организует «Технология», одно из ключевых предприятий «Наукограда». В Обнинске научились использовать атомную энергию в оберных целях. В Обнинске научились с помощью атомной энергии лечить людей. И, конечно же, в Обнинске научились делать лучшие композиционные материалы. То, что вы здесь приехали, наверное, одно из подтверждений, что технология является лидером в своей отрасли. Вопросы реализации научных исследований, проблемы их финансирования и коммерциализации лишь часть тем, которые в течение трех дней обсудят участники форума. Роль этой дискуссионной площадки отметил и глава профильного департамента российского Минпромторга Сергей Емельянов. «Я думаю, что в следующих воздушных суда все больше и больше количества элементов будет дискомпозитных материалов. В то же время мы видим достаточно много проблемных вопросов, которые являются как следствием самого материала, так и достаточно еще неотработанной технологии их производства. Поэтому так важно проведение таких конференций, на которых не только будет поставлена сама проблемная, проблематика, но и намечены пути выхода из этих тупиков». Пленарное заседание, открывшее конференцию, было посвящено новейшей отечественной разработке – магистральному самолету МС-21, который, по мнению экспертов, превосходит современные модели Боинга и Эйрбаса. «Улучшенная аэродинамика, которую мы сумели получить, применив углепластиковое крыло, и снижение массы, опять же, полученной в значительной степени за счет применения композитных материалов». При этом хвостовая часть МС-21 из сверхлегких и прочных композитных материалов изготавливается на Обнинской технологии. Что ждут от форума его организаторы, мы спросили у руководителя предприятия Андрея Силкина. «Я хочу, чтобы профессионалы пообщались между собой, обменялись мнениями. Конференция будет проходить три дня, будет посещение нашего предприятия, других предприятий Обнинска. Мы ждем новых идей, новых решений, новых предложений». Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Общероссийская тренировка по гражданской обороне, стартовавшая в России накануне, продлится до 7 октября. Обнинск, как и другие города страны, также стал площадкой для отработки готовности основных городских служб к чрезвычайным ситуациям. Сегодня утром на базе одной из городских пожарных частей был организован смотр специальной техники, которая обычно первой приезжает на место происшествия. Комиссия ознакомилась с комплектацией машин скорой помощи, проверила состояние транспорта газовиков и представителей других служб жизнеобеспечения. «Проверена экипировка, наличие тех сил и средств, которые выдвигаются у нас к возможной чрезвычайной ситуации. В настоящий момент силы и средства готовы, все проверено. Одним же из этапов будет выдвижение колонны к условному, к возможной чрезвычайной ситуации». А уже завтра местом отработки гражданской обороны станет северный въезд в город. В районе Стеллы, встречающей гостей Наукограда, развернется тренировочный пункт обогрева. О том, какие события вошли в хронику происшествий последних дней, расскажем в следующем сюжете. 3 октября около 8 утра на улице Победы, 24, произошла кража. Женщина припарковала свой автомобиль недалеко от здания детского садика и, поставив ауди на сигнализацию, пошла провожать ребенка. Вернувшись буквально через 10 минут, она сняла машину сигнализации и обнаружила, что сумка, которая находилась на коврике за водительским сиденьем, исчезла. Видимых повреждений и следов взлома на автомобиле обнаружено не было. Но камера видеорегистратора, которая установлена в иномарке, зафиксировала звук происходящего. На записи отчетливо слышны щелчок снятия блокировки, а затем звук открывающейся двери машины. А также, как злоумышленник роется в вещах, шуршает пакетами и, видимо, берет сумку. Далее приглушенный звук закрывающейся двери и щелчок включения сигнализации. Все это происходило, когда хозяйка автомобиля с ребенком вошли в здание детсада. По предварительной версии, преступник поджидал жертву, так как действовал уверенно и быстро, знал точное время ее отсутствия. Можно предположить, что предполагаемый преступник продублировал сигнал блокировки автомобиля при помощи специального оборудования, чтобы жертва не сразу догадалась о проникновении в автомобиль. Автовладельцы, будьте бдительны не только за рулем, не оставляйте ценные вещи в салоне машины. Всем, кто стали свидетелями данного происшествия, просьба связаться с редакцией по указанному на экране номеру телефона. 4 октября около 8.30 на проспекте Ленина произошло ДТП по классической схеме. Водитель за рулем «Шевроле» протаранил автомобиль марки «Хонда», владелица которой остановилась перед пешеходным переходом пропустить людей. К счастью, пешеходы благополучно успели пересечь проезжую часть. Буквально через 10 минут в северном районе города столкнулись с легковушкой микроавтобус. Оба транспорта выезжали с участка кругового движения в сторону улицы Курчатова. Водитель, управлявший автомобилем «Лада», двигался по внутреннему кольцу, владелец микроавтобуса «Вольцваген» – по внешнему. И в какой-то момент машины, поворачивая на нужную улицу, притерлись к друг другу. Ровно в 9 утра на территории Института атомной энергетики два автомобиля одной марки не смогли мирно разъехаться. По предварительным данным, мужчина за рулем такси, сдаваясь задним ходом, пытался выехать от учебного корпуса и не заметил, как сзади подъехал «Хюндай». А средь бела дня у зданий полиция устроил дебош уроженец Белоруссии. 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тяжелым предметом разбил окно на втором этаже здания. Стеклопакет был пробит насквозь. По счастливой случайности от этого инцидента не пострадали люди. Дебошира стража порядка задержали на месте. В отношении данного гражданина был составлен административный протокол, после чего его доставили в суд для принятия процессуального решения. Через час в объектив нашей видеокамеры попала уже дама, также отличившаяся неадекватным поведением. В отделении полиции эта женщина была доставлена правоохранителями с улицы Любова. Местная жительница, 83-го года рождения, была уже ранее судима за конфликты со стражами порядка. И почему-то одного из сотрудников полиции называла фамилией главы Чеченской республики. Где рассказывали сегодня? Рассказывали. Спроси, как в Катырово. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка в Жуковском районе был задержан мужчина, подозреваемый в серии краж. Уроженец города Жуково, 78-го года рождения, ранее неоднократно судим. Последний раз он отбывал срок по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозревается в хищении двухколесных транспортных средств в городе Обнинске. Злоумышленник похищал спортинвентарь стоимостью от 3 тысяч до 30 тысяч рублей в подъездах многоэтажных домов в различных районах Наукограда, на проспектах Ленина и Маркса и на улице Курчатова. Мужчина уже дал признательные показания, ведется расследование. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. В Наукограде началась вакцинация населения от гриппа, вспышку которого специалисты прогнозируют на зимние месяцы. Члены Обнинского городского совета ветеранов также решили сделать прививку от вирусного заболевания. Яна Гочаренко продолжит. Вспышку вируса гриппа медики Обнинской клинической больницы номер 8 прогнозируют на январь-февраль. Вакцинацию начали проводить в начале сентября. Привить планируется более 12 тысяч жителей города. В обязательном порядке детей, посещающих детские сады, школьников, работников сферы образования, медиков, сотрудников организации предприятий и пенсионеров. В канун международного праздника День пожилого человека на прививку от гриппа пришли и обнинские ветераны. В этом году мы решили совместно с Советом ветеранов провести вакцинацию, в первую очередь, Совета ветеранов, который в нашем городе работает. Мы достаточно давно и плодотворно взаимодействуем с Советом ветеранов. И вот на наше предложение Николай Валентинович Капустин откликнулся, и сегодня мы проводим совместное заседание Совета ветеранов. В этот день главный врач больницы первым сделал прививку от гриппа, показав на своем примере важность и необходимость вакцинации. А участники Совета ветеранов последовали его примеру. В связи с тем, что приближается совсем нехороший вирс, новый штамп, решили привить наших ветеранов. Почему? В первую очередь, это ветераны Великой Отечественной войны. Организм, он все-таки хоть и выдержал тяжелые испытания в годы войны, все-таки возраст в них превышает 90 лет. Поэтому забота о такой категории людей, она является первостепенной. Затем главный врач больницы и его заместители вместе с ветеранами провели совместное заседание, на котором обсудили проблемы медицинского обслуживания. Затронули один из самых наболевших вопросов – кадровый. Пожилых людей беспокоит, что специалистов в больнице не хватает. Владимир Петров успокоил. В медицинское учреждение поступило 15 молодых специалистов, врачей и 5 медицинских сестер. Это значительно улучшит ситуацию. Говорили на встрече с ветеранами и о работе скорой помощи, а также о планируемых ремонтных работах в помещениях больницы. В инфекционном отделении будут менять окна, а в зданиях роддома, второй поликлиники и первого больничного городка, расположенного на улице Пирогова, произведут ремонт кровли. Яна Гончаренко, Алексей Духанин, Обнинск ТВ. А в Обнинске начинаются осенние ярмарки по продаже продуктов местных товаропроизводителей. Первая из них пройдет 8 октября с 9 до 16 часов по адресам. Улица Комарова 1 и улица Гурьянова 21. На ярмарке можно будет купить свинину, говядину, баранину, мясо птицы, рыбу, яйца, хлебобулочные изделия, мед, плодово-овощную продукцию, сельскохозяйственный инвентарь и многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова